Рак шейки матки И тогда уже предмет для хирургических вмешательств экономных экстезии шейки матки это самое неэкономное и это профилактика рака шейки матки вот ее алгоритм и это мы знали еще до того когда появилась наука о вирусах папилломы человека. Вот и на сегодняшний день вакцинация против вируса папилломы человека это успех профилактической онкологии это первая профилактическая вакцина против рака которая работает. А начали это делать с предрака но ведь даже шли споры ну что же вы имеете только предрак а вы значит вакцинируете против рака вы сначала докажите что это и риск рака шейки матки снижает сегодня уже такие доказательства появились. Да снижает риск рака шейки матки как это и предполагалось и поэтому вот 100 сиротипов существует вирусу папилломы человека умеренного риска высокого риска низкого риска. Рак шейки матки вызывает в основном 16 и 18 тип гораздо реже 31 33 сиротипов смотрите что пишет всемирная организация здравоохранения всем детям особенно девочкам всех стран рекомендуется включить это в плановые прививки и во многих странах это сегодня делается. В нашей стране это не носит обязательный характер носит рекомендательный характер вот и но сегодня уже существует и 2 и 4 и даже 9 валентная вакцина направлены сразу на 9 сиротипов этого этих вирусов и основной целевой возраст для вакцинации как девочек так и мальчиков это 9-13 лет до начала половой жизни и вирус папилломы человека посмотрите более 99 процентов рак шейки матки это вирус заболевание ну и анус влагали все половой член вульва ротоглотка ротовая полость тоже может быть ассоциировано с вирусами папилломы человека с другими сиротипами если мы внимательно присмотримся к этим органам это что такое это те органы которые человек использует для удовлетворения своих сексуальных потребностей когда я учился в институте первый медицинский институт я закончил в 80 году использование ротовой полости ануса для удовлетворения своих сексуальных потребностей потребностей называлось извращением сегодня это считается нормой вот и ну там человека ждет вирус да и посмотрите сколько вирус ассоциированных раков связанных с этими органами поэтому вот 11 обязательных вакцин и рекомендуется сделать вирус папилломы человека тоже 12 вакцины вакцинировать всех детей до начала половой жизни ну это характеристика этих вакцин сейчас уже 9 валентная появилась и в каком возрасте можно кроме вот этого 11 13 лет вакцинировать в этом возрасте тоже можно вот смотрите даже уже женщина ведет половую жизнь вот есть возможно групповая тоже вакцинация индивидуальная вакцинация но только если нет вируса папилломы человека если нет инфекции когда есть это уже бесполезно это профилактическая вакцина и даже вот в этом возрасте уже есть опыт вакцинации женщин которые уже давно ведут половую жизнь и даже вы можете уже и родили но если у них нету инфекции вируса папилломы человека то тоже возможно индивидуальная вакцинация это цитологический скрининг рака шейки матки который кстати был придуман в ссср это успех советской медицины но как всегда россия родина слонов она рожает слонов но вырастить их не может сегодня он развален нашей стране потому что смертность от рака шейки матки растет и вот у нас был форум два форума балтийских профилактика из клиника онкологических заболеваний выступали финны американцы англичане другие европейцы горели как же так ведь мы взяли в ваш алгоритм в ссср все это было доказано мы его внедрили а у вас его нет профилактика рака яичника но вот здесь как я говорил не первичные не вторичной профилактики нету но тем не менее вот группы риска и рекомендуется обследовать вот согласно этому алгоритму в группах высокого риска два раза в год и даже к 125 5 смотреть вот может быть несколько легче вот с этой ситуации потому что а если рак молочной железы до 10 процентов наследственно ассоциированы то самого рака яичника меньше но до 40 процентов чуть ли не каждая вторая женщина имеет мутации в генах герсии поэтому вот у этих женщин рекомендуется дана данный алгоритм это международный алгоритм это очень молодая женщина сейчас под моим наблюдением находится пациентка она у нас лечится я ее сюда устроил и 30 с небольшим лет она врач-стоматолог да и впервые в жизни решила рожать замерла беременность и у на узи у не нашли рак яичника и ну соответственно какая тут она сначала очень сокрушалась что теперь никогда не сможет рожать потому что ей сделали уже циторедуктивных хирургическое лечение циторедуктивную операцию удалили оба яичника там канцером а то с брюшной полости был неодевантная химиотерапия тут я всех привлекал кто только ей не занимался и у нее и 30 небольшим лет бабушка рак яичника тетя там рак молочной железы то есть наследственное естественно у него вывели мутации в гене берсия 1 вот в таком молодом возрасте значит рак рак яичника сейчас к сожалению рецидив опять канцерный мотоз брюшной полости поэтому ситуация очень сложная и уже угрожающая жизни но вот и у этих женщин все-таки можно попытаться выявить на ранней стадии рак яичника это возможно вот с помощью вот этого алгоритма рак тела матки надо относительно медленно растущая злокачественная опухоль понятие предрака и вот какие методы рекомендуется для ранней диагностики рака здесь ранняя диагностика возможно но это мое заключение да только для рака шейки матки разработан алгоритм и доказана эффективность и скрининга и ранней диагностики кстати ведь женщина от рака шейки матки вообще не должны умирать и вот эту знаменитую мысль которую высказал один из наших ведущих онкогинекологов что если женщина умирает от рака шейки матки кто кроме рака в этом виноват кто-то еще этого еще надо искать но пока только единственная страна которая добилась того что у них там несколько женщин в год умирает от рака шейки матки это финляндия вот финляндии это удалось сделать хотя теоретически теоретически смертность от рака шейки матки можно полностью предупредить и вот смотрите алгоритм который в нашем приказе по диспансеризации который мы должны выполнять первичный этап диспансеризации один раз в год старше 18 лет осмотр даже акушеркой фельдшером и взятие маска шейки матки с 18 до 64 лет один раз в три года окраска по николау и это все финансируется государством из обязательного медицинского страхования